Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Крачева-Черкесия. Черкесск ждут позитивные перемены на городских территориях. Началось масштабное благоустройство в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Уже приступили к работе, благоустраивают 8 придомовых территорий и 2 общественных пространств. Строители обустроят парковочные места, тротуары, детские игровые и спортивные площадки, съезды для маломобильных групп населения, а также установят скамейки и урны. Всего в этом году благоустроят 15 территорий. Также в этом году преобразится аллея на Красноармейское и Малый пруд в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Все лучшее детям. В Черкесске открылся центр для детей с ментальным нарушением речи. Как отучить особенных детей от гиперопеки родителей и научить самостоятельно справляться с домашними делами, расскажет Майя Хамдухова. Проект «Мам, я сам» создан при поддержке фонда президентских грантов. Он направлен на помощь семьям Карачаева-Черкесии, где воспитываются дети с ментальным нарушением речи. Направление данного центра – это именно обучение бытовым навыкам для детей с ментальным нарушением и неврологическим статусом. Идея данного проекта у нас возникла, так как в ходе деятельности нашего фонда мы регулярно сталкиваемся с тем, что очень многие детки не самостоятельны. Возможность стать самостоятельным без гиперопеки родителей повысит самооценку детей, что положительно влияет на коммуникабельность и социальные взаимодействия с окружающими, рассказывает педагог-психолог Лейла Авдокова. Чем больше ребенок самостоятельный, тем выше у него самооценка, потому что он знает, я и это могу, я и вот это сам могу. Очень важно, что сам. Мы здесь их обучаем и выходить за пределы дома, то есть самостоятельно сходить в магазин, например. Педагогами и специалистами было принято решение, что дети у нас будут от 12 лет, потому что данная категория деток, она как раз таки самая более обучаемая, они лучше воспринимают информацию, и это те навыки, которые у них в дальнейшем могут закрепиться. Такая система занятости у детей вне нахождения дома немного заботит отцов и матерей, которые привыкли опекать их. Но главная цель данного проекта – обучить не только ребенка самостоятельности, но и снизить уровень тревожности и беспокойства родителей, которые боятся оставлять детей одних без присмотра. Особенность нашего занятия состоит в том, что ребенок смотрит на визуальные подсказки, а также на речевые подсказки педагога и поэтапно выполняет работу, которая, кажется, нам всем рутинной. Таким образом мы закрепляем здесь навык, дома нам на детей помогают, и получается, что у него какие-то жизненно необходимые самостоятельные навыки уже вырабатываются на автомате. Благодаря проекту «Мам, я сам» у воспитанников центра уже наблюдается положительная динамика. И это, пожалуй, лучшее наблюдение для родителей, у которых есть возможность следить за процессом обучения и воспитания дистанционно. Специализированная помощь как бы впервые. Я очень рада. Мы надеемся, что будем ходить не первый раз, уже не первый потоком. И научимся много мы, которые в дальнейшем жизни у нас это все пригодится. Потому что это необходимость такая острая, когда особенно ребенок, чтобы он самостоятельно мог выполнять элементарные вещи. В самом центре царит приятная домашняя атмосфера. Любимые игрушки и гармоничное оформление интерьера центра создают комфортные условия для развития детей. В каждой комнате для них подготовлены карточки с заданиями для их обязательного выполнения. И каждый профильный специалист учит ребенка режиму, по которому у них вырабатывается такая обязательная форма ответственности. Ведь любая мама мечтает о том, чтобы ее ребенок стал самостоятельным, чтобы ежедневные дела по дому не стали бытовой рутиной, а наоборот приносили радость и удовлетворение как родителям, так и детям. Майя Хамдохова, Михак Аракелян. Вести. Карачаево. Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим. Субтитры подогнал «Симон» Сезон пеших прогулок по экотропам открывается на курортах Северного Кавказа, где для этого вида отдыха обустроено более 100 километров маршрутов. Экскурсии пройдут и на Архызе. Сегодня горные курорты Северного Кавказа предлагают самые разнообразные по протяженности и уровню сложности тропы от обширной системы благоустроенных до сети профессиональных маршрутов. Важно, что они оборудованы знаками навигации. Это позволяет рассчитать свои силы и не заблудиться. На маршрутах созданы места отдыха, смотровые площадки, мосты, веревочные перила для восхождения и ограждения опасных участков. Специальные стенды помогают больше узнать о местности, например, животных и растениях. Эксклюзивные ювелирные изделия можно было увидеть на выставке на базе Северокавказской академии автор представленных работ, член Творческого союза художников России и Международной ассоциации союз дизайнеров Мурат Салпагаров. Подробности у Али Баташева. Женский мир, конечно, обогатворит вот таких художников, дизайнеров, ювелиров, потому что ни одна женщина без украшений, ну не выйдет она никуда, не имея что-то такое особенное. Каждая вещь представленной коллекции уникальна. Художник-ювелир Мурат Салпагаров не использует компьютерные технологии, поскольку считает, что в ручной работе чувствуется душа, изделие выглядит как живое. И хотя выставка содержит лишь небольшую часть его работ, а другие представлены только на фотоснимках, ощутить власть красоты оригинальных ювелирных изделий и пообщаться с автором пришли студенты, преподаватели и множество приглашенных гостей. Думаю, что не ошибусь, если назовут, что это произведение искусства, шедевральные вещи, которые мы сегодня видим, и на картинках, и в натуре они представлены, и девочки вот сегодня, украшения, которые на них находятся, они просто действительно дополняют ту красоту горянок наших замечательных. В свои 39 лет у Мурата семья, собственно, ювелирная мастерская и международное признание. Он получает второе высшее образование на факультете дизайна и лингвистики СКГА. Первая коллекция украшений эльфийская вышла в 2008 году по мотивам произведения Толкина «Ластелин колец», где была показана эльфийская архитектура, построенная на переплетении тонких линий. Затем автор создал коллекцию «Энигма», вдохновившись одноименной группой. Главными образами, используемыми автором, стали бабочки и пауки. Такие выставки вдохновляют будущих творцов красоты и эстетики, студентов факультета дизайна и лингвистики. Сам автор с удовольствием делится с ними секретами мастерства. Чтобы они не отманывали себя, а занимались тем, чем им нравится, и всегда быть этому верным. У каждого человека есть своя профессия, свое увлечение. Но если он действительно серьезно за это берется, самое главное, чтобы он был этому верным. И везение, успехов и трудолюбия всем. Сейчас Мурат Салпагаров готовится к персональной выставке, которая пройдет осенью этого года в Черкесске, а затем в пяти городах СКФО. На ней будет представлено более 200 оригинальных авторских работ. Алибаташи Френаат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. В спорткомплексе «Юбилейный» состоялся открытый всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей на призы заслуженного мастера спорта СССР, абсолютного чемпиона мира по вольной борьбе Ахмеда Султана Алиевича Атавова. Подробнее о турнире Дарья Тензит. «История Ахмеда Атавова, девятиклассника, началась в городе Черкесии, во дворце спорта СССР. Этот человек самым главным образом отличается и стал абсолютным чемпионом мира благодаря своему бесприметному ужасу». Всероссийский турнир по вольной борьбе собрал спортсменов из восьми регионов. 200 человек из Дагестана, Ингушетии, Чеченской республики и Карачаева-Черкесии, Краснодарского края и Абхазии. 20 команд, состоящих из победителей и призеров России. Присутствовали и ветераны этого спорта, а также настоящие поклонники. Главный судья турнира отметил, что организация соревнований на высоком уровне. «Хорошая организация. Очень большую работу сделал Эркенов Руслан, который организатор всего этого, меценат этих соревнований. Большое ему спасибо». Крепкие рукопожатия и дружеские объятия – неотъемлемая часть подобных встреч. Мастера спорта и чемпионы различных уровней порой не видятся годами. В спортивные турниры повод встретиться, обменяться новостями и, конечно, посмотреть на молодежь. Праздник спорта организовали по инициативе известных спортсменов при поддержке парламентариев Корчаева-Черкесии и меценатов. «Во-первых, много друзей. И среди этих друзей, наверное, с десяток чемпионов мира, Европы, обладателей Кубка мира, Советского Союза, много заслуженных тренеров СССР, России и просто друзей. То есть праздник получился». Специализированная детская юношеско-спортивная школа Олимпийского резерва имени братьев Ирбайхановых в Хасавюрте славится своими воспитанниками. Старший тренер школы привез на турнир своих лучших спортсменов. Они способны, но ковер покажет, говорит Асруйдин Батаев. «Мне очень приятно быть на этом турнире. Это наш единственный абсолютный чемпион мира, заслуженный мастер спорта, честь, который проводит этот турнир. И такой хороший праздник получился, спортивный». Прославленные спортсмены, парламентарии республики и члены правительства приветствовали участников турнира. Спортсменов поздравляли и желали победы на ковре. Со словами приветствия к присутствующим обратился заслуженный мастер спорта России, депутат парламента республики Наурус Тимрезов. Он отметил, что проведение таких мероприятий необходимо для молодого поколения. «Сегодня в нашей республике одна из важнейших приоритетных задач укрепления межнационального, межконфессионального согласия и мира. Поэтому сегодня мы иной раз показываем свое уважение и почет. Ахмед Султан Абеев, пусть такие выдающиеся спортсмены у нас рождаются и прославляют нашу великую страну». В течение двух дней боролись вольники за право обладать золотом, серебром и бронзой. Самые сильные и стойкие стали обладателями золотых медалей и ценных призов. «Это все делается для детей. А с этими ребятами, что приехали ко мне поддерживать, я их и так вижу. Сегодня, что в один день мы все собрались, это здорово». Дарья Тендит, Галина Алиева, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. А во Олик Зелоктябрь Зеленчукского района во второй раз проходит открытый турнир по борьбе на поясах Тутуш, посвященный памяти Магомеда Хусеевича Чудчаева. Помимо борцов нашей республики для участия приглашены спортсмены из Дагестана, Ингушетии, Чеченской республики, Кабардино-Балкарии, Краснодарского и Ставропольского краев. Открытый турнир по борьбе на поясах памяти Магомеда Чудчаева пройдет сегодня и завтра. Кто стал победителем, расскажем в понедельник в наших информационных выпусках. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова